Всем привет, смотрю в комментариях появились такие комментарии типа ну че ты там выйдешь еще на смену или тебя пожизненно заблокировали, хейтеры пишут, да ты че, его уже давно заблокировали, короче, сегодня закрыл больничный, чуть позже покажу компенсирует мне больничный или нет. Сегодняшний день я провел в поисках машины, причем искал я не мерседес, потому что сейчас четверг, пятница на носу и все машины крошеринговые разбирают, брать машину надо где-то во вторник, во вторник их было в наличии там штук 120, короче, я не планировал ее брать, вот поэтому поехал в император, но мне не понравились условия, то есть машина была. хотел взять Kia X, вот, оказалось, Kia X у них там нет, я согласился на Kia просто, вот, но потом почитал условия, короче, мне они собирались сдать машину даже без депозита, потому что есть хорошая история в таксометре, ну, московское проживание, регистрация там и так далее, ну, короче, для них я считаю нормальный, надежный водитель, вот, но когда они мне дали памятку почитать, в ней черным по белому написано, что в случае ДТП, если я не виноват, а виновник скроется, то отвечаю я, вот, меня это отпугнуло, и я уехал, вот, я поехал в, так, это не моя машинка, я поехал в формулу, но на самом деле поехал я туда уже поздновато, и машин не было, я прождал там до полдевятого вечера, машины так и не нашел, и арендовал, все-таки Мерс, но дорогой, который, ну, скажем так, не совсем правильно для текущей ситуации арендовать, и вот я к нему сейчас уже подхожу, вот это он под названием КЕК, 978 КЕК, он 21 года, в принципе машинка неплохая, вот, но дорогая, она будет по 15,5 рублей за километр, по 2000 в день, мне это не нравится, поэтому беру я ее ненадолго, ну, скорее всего, до вторника я покатаюсь на ней, вот она проснулась, давайте ее осмотрим, насколько это возможно, визуально машинка грязная, бампер не оторванный, водитель сдавал ее грязной, потому как вот этот вот вытертый порог говорит о том, что он выходил из машины, вытирая штанами порог, вот это говорит о том, что его пассажиры тоже покидали автомобиль, вытирая пороги, машинка грязная, 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 грязная со всех сторон, и это опасно, поэтому мы прям сразу поедем на мойку осматривать ее более детально, давайте заглянем внутрь, здесь у нас ух ты, ребята, наконец-то, бойлочные коврики, уря, товарищи, так, салон пока что без видимых повреждений, ну, так, чуть-чуть, кое-где кое-чего, ой, приятно закрываются двери, тут у нас водичка архыз лежит в дверях, тут у нас рабочие подстаканники, тут у нас все открывается, закрывается, заглушечки на месте, там кто-то говорил, что я ворую заглушки, ребята, вот они, никуда они не пропадают, перемещаются в багажник и не мешают работать, коврики еще раз повторюсь, здесь у нас войлочные, что не может не радовать, что у нас в багажнике, ух ты, у нас на месте ручка, ой, радость-то какая, в хорошей машине у меня этой ручки не было, пусть она вот тут повисит, так, тут у нас бутылочка, тут у нас инструкция по эксплуатации, сервисное обслуживание, здесь у нас нет аптечки, да, кстати, кто-то спрашивал, зачем этот отсек нужен, ребят, вот здесь вот, вот видите, вот тут дырочка, да, здесь должен быть ремешочек, который фиксирует вот здесь вот аптечку, вот здесь вот, вот здесь вот должен лежать, ну, как-то петля, нет, не петля, крюк, крюк буксировочный, вот, который вставляется вот сюда, то есть вот тут нажимается пальчиком, открывается крышечка и туда вкручивается этот крюк, которого здесь нет, потому что буксировать нам ничего не нужно, нас оберегает сервисная служба драйва. Так, смотрите, какая штука, на месте у нас знак аварийной остановки, это прям редкость, и это хорошо, еще у нас на месте вот такая вот штучка, на которую можно повесить пакетики наших уважаемых пассажиров, ой, вот это, конечно, жестко, вот это было прям больно, прям, кто-то отрегулировал, короче, вот эти ограничители, так, чтобы они закрывались на так вот, оп, и все, ну что ж, хорошо, так, тут у нас что, тут у нас царапинки, это мы сейчас зафиксируем, ой, какие звуки неприятные, и это на машинке, которая совсем немного пробежала, 54000, вот ее пробег, 54600, так, давайте заглянем в бардачок, а у нас там бардачок, хотя нет, просто салфетки, так, ну, тут нам все понятно, так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так эту машиночку и неправильно закрыл вот это вот окошечко. Значит, у машинки возможны проблемы в техническом состоянии. Еще у машинки очень большой зазор капота с правой стороны. Похоже, машинка была в ДТП. У нее вот эта вот штука, она прям ну прям вот невооруженным, так сказать, камерным объективом. То есть видно, да, то есть вот тут вот зазора нету, даже проваленная немножко. А здесь вот наоборот, зазор огромный и вот это вот торчит. Видать, ДТП было у нас тут. И потом машину буксировали куда-то как-то. Ну, не факт, что буксировали, может быть, затаскивали на эвакуатор. Так, ну под таким слоем грязи вряд ли мы что-то тут найдем. Надо ее везти на мойку. Мойка у нас тут недалеко. Прямо сразу туда и отправимся. Так, тонировочка на месте. Лючок открывается и даже закрывается. Слушайте, ну, в принципе, машина в более-менее адекватном в состоянии. Сейчас походкаю и поедем. Так, ребят, в общем, принял я машину. Сейчас я ее немножко поднастроим. Сейчас мы ее немножко поднастроим. Заливась. Нам еще надо проверить, как она ездит, как у нее работает двигатель. Ну, и все в таком духе. Так, руль полностью на себя. Сиденье опускаем. Так, чтобы не цеплять головой вот здесь вот возле ручки. Так. Что у нас тут? Сообщение 0. И это нас радует. Шины. Шины, шины, шины. Шины пока нам недоступны. Что я забыл? Извиняюсь. Так. Так, так. Проверяем уровень охлаждающей жидкости. Уровень охлаждающей жидкости у нас в норме. Температура ее пока что 55 градусов. То есть машинку оставили здесь совсем недавно. Она еще не успела совсем остыть. Уровень моторного масла у нас находится ровно посерединке в норме. Так что, как говорится, автомобиль жив, здоров и вполне пригоден к каторжным работам. Опять будем переучиваться на сенсорную панель. На прошлой машинке у нас было колесико. Радиостанции мы сейчас поднастроим, пока будем ехать. Короче, все хорошо, все устраивает, кроме цены. поэтому это что за покемон? Вот этого нам тут еще не хватало. Хе-хе-хе. Представляете, если бы вот это увидел пассажир бизнес-класса. Это жесть. В топку. Поехали на мойку. Так, ребят, я уточнил. Мойка, которая ближайшая ко мне работает. Уточнил для того, чтобы не ехать туда зря. Напомню, я уже на каршеринге и плачу за каждый километр. Вот поэтому я сначала позвонил, уточнил, сказали работают. Погнали. Так, теперь машина вся в капельках, все равно ничего не видно. Да, я тут пока поднастраиваю систему, чтобы все было так, как мне нравится. Замедленное выключение фары я ставлю на 15 секунд. Внутреннее освещение делаю плавным, выключение, освещение окружения есть. Система дизайн. Мне такой не нравится. Спортивный. Пусть будет прогрессивный. Яркость. Дисплей выпал. Дневной ночной автомат. Ну, вот, собственно, и все. Вот такой вот вид будет иметь у нас панель приборов. Так, ребят, в общем, все. Машину я принял. Ничего тут такого критичного в ней нет. По крайней мере, пока не нашел. Двигатель работает ровненько. По тормозным колодкам писка такого конкретного нет. чуть-чуть подскрипывают пока мокрые. Более детальный осмотр будет завтра. Я ее еще раз буду мыть, пылесосить, приводить в порядок. Сейчас еду немножко по личным делам. А то я там дома ремонт начал. Надо немножко там кое-чего подделать. Инструмент забрать. Заеду в Леруа, сейчас возьму мусорные мешки. Естественно, ремонтом заниматься теперь я уже не буду. но по мере возможности чего-то там подделывать еще буду. Короче, поехал я по личным потом загружаться дома всей лабудой, которая здесь нужна. Зарядочки, салфеточки. Вот утром, как обычно, на мойку и пылесос и с утра выходим на работу. Ну как с утра, наверное, уже опять не с утра. Вот, часиком к 11. Сейчас уже пол 11. пока я сейчас разберусь со своими делами. короче, примерно так. Так что всем до завтра.